Приветствую вас, братья и сёстры. Я думаю, что молитвы не бывает много, и мы будем продолжать сегодня утрешнюю тему молитва родителей за детей. Откроем одно местописание, это история, я думаю, что всем знакома. Первая книга царств, первая глава, прочитаем 10 стих. «Была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала». Это говорится об Анне, в этой главе говорится об рождении Самуила, великого пророка. Первое, что начинает этот стих, начинается с того, что она была в скорби. Причина, почему она была в скорби, я думаю, что вы помните, в том, во втором стихе, в принципе, об этом говорит, у него, у Елканы были две жены, имя одной Анны, а имя другой Финанны. У Финанны были дети, а у Анны же не было детей. Одна из причин, это потому что у нее не было детей, она находилась в скорби. И другая, в шестом стихе этой же главы, «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». И вот она молится. О чем она молится? В одиннадцатом стихе этой же главы она говорит, она молится о ребенке. Она молится, у нее есть скорбь, у нее есть нужда. В то время, да и в это время, я думаю, что ребенок – это большое благословение в семье. Ребенок – это продолжение рода. И для него это было важно. И любая семья, для любой семьи, когда рождается новая семья, для них важно, когда есть важность, когда есть рождение ребенка. Они ждут этого. И вот если есть вопрос, когда нужно молиться, когда нужно молиться о детях, когда нужно молиться родителям о детях. Я думаю, что рождается новая семья, молодая семья. Еще нету детей, они уже могут начинать молиться. Еще когда нету детей, или, может быть, когда мы узнаем, что вот через несколько месяцев, через 9 месяцев родится ребенок. Мы еще не знаем, кто, но мы можем уже молиться о нем. Может быть, мы уже узнали, кто у нас будет. Мы молимся о нем. Я помню, в Украине первая дочь, самая старшая – это дочь, она родилась в Украине. Второй, первые двое детей, они родились в Украине. Я помню, это первое переживание. У нас с первым ребенком были некоторые сложности, были переживания, молились, больше переживали еще не о том, чтобы как бы с ребенком все хорошо, чтобы было, но и молились и о врачей, и о условиях, те, которые есть в больнице. Я думаю, те, которые прожили какую-то жизнь там, в Украине или в России, в других странах, помнят, какие там условия, и наслышались уже разных историй, очень переживали, молились о том, чтобы Бог давал хороших врачей, хороших условий, чтобы Бог сохранял мою жену и ребенка. И вот это переживание, еще не родился ребенок, но уже родители молятся о нем. Еще у Анны нету ребенка, она желает этого, а она молится о том, чтобы Бог ей дал. Когда нужно молиться, когда еще нету детей, мы можем, когда рождается новая семья, мы можем начинать молиться. Итак, первое, начинать молиться, когда еще нету детей. Вот этот процесс, чтобы Бог благословил, мы в ожидании, чтобы Бог сохранял, чтобы Бог руководил этим всем, чтобы мы доверились Ему, несмотря на все переживания. Я думаю, что разница, я на самом деле очень переживательный человек. Об этом, наверное, знает только моя жена, потому что она знает очень хорошо меня. И когда вот первое рождение, первого ребенка там в Украине, я очень переживал за все, потому что было очень сложно там. И когда мы приехали сюда, и уже младшая дочь родилась тут, мы увидели вот эту разницу, разницу в условиях, которые есть тут и которые есть там, и тоже благодарили Бога. И благодарили Бога, что там Он сохранил, и благодарили Бога, что тут Бог дал нам еще одну дочь. Поэтому вот эта молитва о том, чтобы когда еще нету детей, когда мы в ожидании, чтобы мы молились, родители должны молиться. Потом проходит время, вот пришло вот это время, приближается вот это время, когда наступило и рождение ребенка, когда мы видим вот этого ребенка беззащитного и берем на руки, появляется какое-то чувство неописуемое. Ты видишь часть себя, и ты готов просто отдать себя заради этого ребенка. Ты когда увидел этого ребенка, ты просто влюбился, ты готов отдать всю любовь ему, потому что что-то, какой-то подарок получил, который ты не заслуживаешь. И вот это рождение ребенка, это радость в семье, благословение в семье, радуются все близкие, родственники, друзья, радуются вместе с этой семьей, потому что родился ребенок. Проходит какое-то время, и ребенок чуть-чуть окреп, и мы, как сегодня видели утром, семья уходит сюда вместе с ребенком и благословляет. Второе, первое, это начинать молиться, когда еще ребенка нет, и мы в ожидании, может быть, мы узнали, что вот будет ребенок в семье, и родителям нужно вот молиться, еще нету ребенка, нету рождения его, но молиться о нем. Второе, это благословить и посвятить его Богу. Если вы помните, сегодня утром молитву мамы, когда она молилась первой, и она говорит, посвящаю, отдаю его тебе, Боже. Благословить и посвятить его Богу, посвятить вот этого ребенка Богу. Если мы прочитаем в этой же главе последние два стиха, «Во всем дите молилась я, говорит Анна Или, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. Я отдаю его Господу, на все дни жизни его служить Господу, и поклонилась там Господу». Она отдала, она посвятила его Богу. Очень важно расставить приоритеты или понять, что этот ребенок, который появился в нашей семье, это Божий подарок. И понять, что Бог его создал, Бог его знает лучше, чем мы, родители, знаем, чтобы его посвятить и отдать в руках Божьих, чтобы мы становились инструментами в Божьих руках для воспитания этого ребенка, чтобы мы позволяли Богу работать в его сердце, чтобы он менялся так, как хочет Бог, чтобы он рос и был в том служении, где Бог хочет видеть его, чтобы мы не препятствовали, а наоборот видели это, чтобы Бог нам помогал. Я думаю, что у меня нету еще достаточно много опыта в воспитании детей. Я еще молодой родитель, у меня маленькие еще дети, но уже являются такие обстоятельства, когда ты думаешь, Боже, ну как, как с ним, как ему сказать, как понять его? И ты понимаешь, что в каких-то моментах ты бессильный, потому что нужно какой-то подход, нужно как-то понять, как-то объяснить, чтобы он понял важность, что это плохо, это хорошо, и для этого тоже нужно иметь вот это понимание, Бог, ты его знаешь. Боже, помоги мне воспитать его правильно. Помоги, потому что ты его знаешь, ты его создал, я отдал его в руки твои. Помоги мне. Вот первое молиться, когда вопрос, когда нужно начинать? Начинать молиться можно, когда еще нету детей, мы можем молиться о детях, для молодых семей, для рождения, когда рождается новая семья, они уже могут молиться о будущих, о своих будущих детей. Второе, когда рождается ребенок, семья, это большая радость, и нужно молиться о благословении, благословлять его, посвятить его Богу, то, что мы видели сегодня утром, чтобы молились служителя, чтобы молились родители, благословили его и посвятили его. Итак, проходит какое-то время, и мы радуемся. Вот эти первый год, второй год, может быть, даже третий год, когда ребенок растет, первый месяц он не может ходить, он где-то начинает уже ходить, но он окутан вот этой любовью, родительской любовью, защитой. Он постоянно находится под присмотром родителей, в особенности мамы, потому что отцы в основном они работают, и они меньше, может быть, видят вот этот процесс, когда ребенок маленький, но мамы, они окутаны вот этой любовью, они делают все самое лучшее для того, чтобы он был в лучших условиях, чтобы имел вот эту заботу. И вот проходит год, два, три, ребенок начинает ходить, ребенок начинает говорить, и приходит время, когда нам нужно отдавать его в школу, он растет, и мы понимаем, что мы должны куда-то его отдавать, потому что, чтобы он мог развиваться. Конечно, в Америке, может быть, некоторые семьи могут позволить себе, чтобы дома делать хомскул, но через, может быть, не через три года, через десять, пятнадцать все-таки, придет время, когда мы отпустим ребенка. Отпустим или в школу, или он подрастет на работу, и он будет находиться в таком месте, где мы не будем видеть его, и мы не будем иметь власть над ним. Когда отпускаем ребенка в школу, мы не знаем, что будет происходить там. Мы не сможем его защитить, потому что нас нету там. И вот третье молиться о наших детях, когда они нету с нами, когда мы их отпустили куда-то. Они находятся не под нашим присмотром. Мы не знаем, какое влияние, мы не знаем, какие проблемы, с чем они сталкиваются там. Мы не знаем, что они переживают, какие друзья у них там. Мы не знаем об этом. Но мы можем молиться. Молиться о этом времени, когда ребенок находится не в зоне доступа. Мы его не видим, мы не можем повлиять на него, потому что это не в наших силах. Нас нету там. Я думаю, что вы слышали свидетельства разных людей, даже и в это время, может быть, и большинство времени, когда ваши родители рассказывали время гонений, когда я недавно слышал свидетельства, я очень люблю слушать свидетельства братьев, сестер, потому что мне нравятся какие-то практики жизни, как они проходят через разных обстоятельств. И вот одна сестра рассказывает свидетельства о том, что во время гонений в их семье приехали, сперва забрали отца. Им было очень сложно. Забрали за веру, за то, что они были христиане. Они забрали отца, после этого через какое-то время времени забрали маму, и детей поселили в детдом. И началась Вторая мировая война. И так случилось, что по разным обстоятельствам они были расселены в разных детдомах, по разных концах страны, других странах, очень далеко от друг друга. И вот эта сестра описывает во время войны вот эти переживания, через чего она прошла. И она говорила, что одно помнит, одно помнила, что когда маму забирали, мама сказала, я буду молиться о вас. Она не могла повлиять вот на этот отрезок времени, который она оставила их, ее забрали. Она молилась о своих детях. И прошло, закончилась война, прошло достаточно много времени. Этой сестре уже исполнилось 16 лет, как маму отпустили, и уже ее отпустили домой. Она была неверующей, она забыла о том, что мама молилась. Но вот дома мама начала молиться о ней, и она покаялась. И все дети стали верующие. Несмотря на то, что был большой отрезок времени, родители не имели влияния на детей, они молились о них. Они были в разных обстоятельствах, и они понимали, что Бог хранил их. Есть место, время, когда мы не имеем власти повлиять на это. Дети наши находятся в школах или с друзьями, где-то мы не видим, что они делают. Мы не имеем власти над ними. Но мы можем молиться. Мы можем молиться о них, чтобы Бог работал в их сердце, чтобы Бог оградил их от плохого влияния, чтобы Бог помогал, чтобы они делали правильные решения в своей жизни, чтобы они могли поступать правильно, достойно, не могли быть детьми Божьими, а могли служить Богу. И четвертое, последнее – научить детей молиться. Очень важно не только, чтобы мы молились о наших детях, но и важно, чтобы они видели, как мы молимся, чтобы мы молились вместе с ними. У нас уже есть такой, как обычай в семье, я когда ложусь детей спать, мы молимся, и утром, перед тем, как они идут в школу, мы тоже молимся вместе с ними. И вот поначалу, когда мои дети маленькие, самый старший – шесть, второму сыну – пять, и поначалу, когда они только учились молиться, я говорю, давайте молиться. Первый ты молишься, потом ты. Поначалу они говорили, Боже, спасибо за еду, аминь. Когда мы перед сном молились, я потом говорил, молись, чтобы спасибо Боже за этот день, благослови нас на ночь. И они начали учиться. И знаете, даже недавно мой сын так молился, что я так удивился. Я никогда его не говорил, чтобы он так молился. Вот он начал учиться. И дети, когда ты молишься, когда ты с ними, когда ты даешь вот этот пример им, они начинают молиться. Почему это важно? Потому что, когда у нас нету власти, когда нас нету рядом, они могут быть в разных обстоятельствах, разные сложности, ситуации, влияния, они могут понимать, к кому они могут обратиться. Они могут понять, что есть Бог, они могут помолиться. Когда им сложно, и нас нету рядом, чтобы они могли помолиться Богу, чтобы Бог помог их в тех ситуациях, в которых они находятся. И надо начинать, когда они рождаются, надо уже молиться с ними, чтобы они учились, чтобы они знали, что есть Бог на небе, и они могли молиться Богу. Итак, первое, когда молиться, когда рождается новая семья, молодая семья, еще нет детей, можно уже молиться о детях, чтобы Бог благословил, когда мы ожидаем ребенка, тоже молиться в этом процессе. Когда рождается ребенок, молиться о благословении и посвятить его Богу, принести в церковь, чтобы вся церковь молилась, посвятить его Богу. И третье, молиться, когда детей нет с нами, когда мы их отпустили в школу или с друзьями где-то, молиться о них, чтобы Бог оградил их, чтобы они могли делать правильные шаги, правильные решения. И четвертое, научить детей молиться, быть примером, и чтобы наши дети могли молиться, потому что молитва – это важная часть в жизни христианина. Молитва – это общение с Богом. Когда у нас есть что-то, мы приходим к Богу, молимся, Бог отвечает, разговаривает с нами, мы получаем мир Божий, мудрость от Бога, понимаем, как нужно поступать, мы получаем спокойствие, которое Бог просто решает сложнейшие ситуации в нашей жизни, когда мы Ему позволяем. Пусть Бог поможет, чтобы мы молились о наших детях, мы искали быть примером для них, и чтобы они возрастали в познании нашего Бога, в наших семьях. Аминь. Давайте помолимся.